Герберт Уэллс Дверь в стене Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Леонель Уоллес рассказал мне историю про дверь в стене. Слушая его, я нисколько не сомневался в правдивости его рассказа. Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Трижды мне предоставлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь окажется передо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз под мягким светом, затененной абажуром лампы. А комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке, и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом. Сверкало серебро и разноцветные вины в бокалах. И этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, какого не похожего на привычную обыденную жизнь, но все же это так и было. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной. Он мистифицировал меня. Ну и ловко у него это получалось. От кого другого? А уж от него я никак такого не ожидал. Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться. Почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности? Мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить, я не нахожу нужного слова, те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный сон среди белого дня. Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами старался приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле? Или же это ему только казалось? Обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром? Или же был во власти игры воображения? Не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным. Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека. Случайно ли мое замечание? Или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось. У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться, я был не на высоте. Но дело не в этом. Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения. Но как ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление. Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. Ты ведь прошел весь курс в Санто-Телстонском колледже. Так вот... И он умолк. Затем, сперва неуверенно, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни. То было не отвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казались ему глупыми, скучными и пустыми. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом. Тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве были легкие, пронизанные солнцем облака. Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. Внезапно он теряет всякий интерес к окружающим. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним. Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он давно уже опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать. Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня. Это получалось как-то само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Аттелстонском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями. Хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой двери в стене, о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям. Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет. Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло. Я увидел перед собой ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены. Я внезапно его заметил, хотя я не помню, как это случилось. На чистом тротуаре перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, они коричневые и не грязные. Очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь, как падают листья с конского каштана и хорошо знаю, когда это бывает. Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца. По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком. Говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был по мнению окружающих совсем как взрослый. Поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить. Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти, но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо. Я ясно помню, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение. Меня влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти. Вместе с тем я смутно чувствовал, что с моей стороны будет неразумно, а может быть даже и дурно, если я поддамся этому влечению. Как неудивительно, но я знал с самого начала, если только память меня не обманывает, что дверь не заперта и я могу когда захочу в нее войти. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону. Каким-то совершенно непостижимым образом я знал, что отец очень рассердится, если я войду в эту дверь. И я прошел мимо двери. Потом засунул руки в карманы, по-мальтишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там я увидел несколько драных грязных ловчонок. Особенно запомнились мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом ввалялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с амалевой краской. Я стоял, делая вид, что рассматриваю эти предметы. На самом же деле я трепетно стремился к зеленой двери. Внезапно меня охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на меня снова не напали колебания, я решительно побежал, протянул руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее и она захлопнулась за мной. Таким образом, в один миг я очутился в саду и видение этого сада потом преследовало меня всю жизнь. Мне очень трудно передать свои впечатления от этого сада. в самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. очутившись очутившись в саду испытываешь острую радость какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. там все было прекрасно. камнию дальше. дальше видишь ли там были две большие пантеры до пятнистые пантеры и представь себе я их не испугался на длинной широкой дорожке окаймленный с обеих сторон мрамором обсажены цветами эти два огромных бархатистых зверя играли с мечом одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне подошла ласково потерлась своим мягким круглым ухом а мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала говорю тебе то был настоящий зачарованный сад я это знаю а его размеры он далеко простирался во все стороны казалось ему нет конца помнится вдалеке виднелись холмы бог знает куда вдруг провалился восточный кенсингтон и у меня было такое чувство словно я вернулся на родину знаешь в тот самый миг когда дверь захлопнулась за мной я позабыл и дорогу усыпанную опавшими листьями каштана с ее экипажами и фургонами забыл о дисциплине властно призывавший меня домой я забыл обо всех своих колебаниях и страхах забыл всякую осторожность забыл и о повседневной жизни в одно мгновение я очутился в другом мире превратившись в очень веселого безмерно счастливого ребенка это был совсем иной мир озаренный теплым мягким ласковым светом тихая ясная радость была разлита в воздухе а в небесной синеве плыли легкие пронизанные солнцем облака длинная широкая дорожка по обеим сторонам которые росли великолепные никем не охраняемые цветы бежала передо мной и манила идти все дальше рядом со мной шли две большие пантеры я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть гладил их круглые уши чекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними казалось они приветствовали мое возвращение на родину все время мною владела радостное чувство что я наконец вернулся домой и когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка с улыбкой пошла ко мне навстречу подняла меня расцеловала вот и ты опустила на землю и повела за руку это не вызвало во мне ни малейшего удивления но лишь чудесное осознание что иначе не могло и быть напоминая о чем-то счастливым что странным образом выпало из памяти я помню широкие красные ступени видневшиеся между стеблями дельфиниума мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею по сторонам которой росли старые при старые тенистые деревья вдоль этой аллеи среди красноватых изброжденных трещинами стволов выселись мраморные памятники и статуи а вокруг бродили ручные очень ласковые белые голуби поглядывая вниз моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее мне запомнились милые черты я нежного доброго лица с тонко очерченным подбородком тихим задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то без сомнения очень приятное но что именно я начисто забыл внезапно обезьянка капуцин удивительно чистенькая с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною поглядывая на меня искали зубы потом прыгнула мне на плечо так мы оба веселые и довольные продолжали свой путь продолжай мне вспоминаются всякие мелочи мы прошли мимо старика сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления миновали рощу где порхали стаи резвых попугаев прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей все чем только можно мечтать там я заметил много людей некоторых я помню очень ясно других смутно но все они были прекрасны и ласково и каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал что я им дорог и они рады меня видеть их движение прикосновение рук приветливый сияющий любовью взгляд все наполняло меня неизъяснимым восторгом вот так то я встретил там товарищей своих детских игр для меня одинокого ребенка это было большой радостью они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травы площадке где стояли солнечные часы обрамленные цветами и во время игр мы горячо привязались друг другу но как ни странно тут в моей памяти провал я не помню игр в какие мы играли никогда не мог вспомнить впоследствии еще в детские годы я целыми часами порой обливаясь слезами ломал голову стараясь припомнить в чем именно состояло это счастье мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры но куда там все что я мог воскресить в памяти это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей игравших со мной потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами с книгой в руках в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета падавшим мягкими складками она поманила меня и увела с собой на галерею над залом товарищи по играм нехотя отпустили меня тут же прекратили игру и стояли глядя как меня уводят я заглянул в лицо женщине но она не обращала на их крики ни малейшего внимания ее кроткое лицо было серьезно мы подошли к скамье на галерее я стал рядом с ней собираясь заглянуть в книгу которую она открыла у себя на коленях страницы распахнулись она указывала мне и я в изумлении смотрел на оживших страницах книги я увидел самого себя это была повесть обо мне в ней было все что случилось со мной со дня моего рождения я удивился потому что страницы книги не были картинками ты понимаешь реальной жизнью уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением продолжай мне понятно это была самая настоящая жизнь да поверь это было так люди двигались события шли своим чередом вот моя мать почти забытая мною тут же отец как всегда непреклонный и суровый наши слуги детская все знакомые домашние предметы затем входная дверь и шумные улицы где основали туда и сюда экипажа я смотрел и изумлялся и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины и переворачивал страницы книги перескакивая с одной на другую и не мог вдоволь насмотреться наконец я увидел самого себя в тот момент когда в нерешительности топтался перед зеленой дверью в белой стене и снова я испытал душевную борьбу и страх а дальше воскликнул я и хотел перевернуть страницу но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой дальше настаивал я осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев и когда она уступила и страница перевернулась женщина тихо как тень склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб но на этой странице не оказалось ни волшебного сада не пантер не девушки что вела меня за руку не товарищей игр так неохотно меня отпустивших я увидел длинную серую улицу в восточном кенсингтоне в унылый вечерний час когда еще не зажигают фонарей и я там был маленькая жалкая фигурка я горько плакал и слезы так и катились из глаз как не старался я сдержаться плакал я потому что не мог вернуться к моим милым товарищем по играм которые меня звали тогда там я и стоял это было уже не страница книги а жестокая действительность то волшебное место и державшие меня за руку задумчивая мать у колен которой я стоял внезапно исчезли но куда как мучительно было возвращение ну а дальше я был маленьким жалким созданием и снова вернулся в этот безрадостный мир когда я до конца осознал что со мною произошло безудержное отчаяние охватило меня до сих пор помню какой я испытал стыд когда рыдал на глазах у всех помню и позорное возвращение домой я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках который остановился и сказал предварительно ткнув меня зонтиком бедный мальчонка верно ты заблудился это я то лондонский мальчик пяти с лишним лет к тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена вокруг нас собралась толпа и меня отвели домой смущенный и испуганный громко всхлипывая я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом таков насколько я припоминаю был этот сад видение которого преследует меня всю жизнь разумеется я не не в силах передать словами все обаяние этого призрачного словно бы нереального мира такого не похожего на привычную обыденную жизнь но все же но все же это так и было если это был сон то конечно самый необычайный сон среди белого дня разумеется за этим последовал суровый допрос мне пришлось отчитываться перед тетушкой отцом няней гувернанткой я попытался рассказать им обо всем происшедшем но мой отец первый раз в жизни побил меня за ложь когда же потом я вздумал поведать об этом тетке она в свою очередь наказала меня за злостное упрямство затем мы не настрого запретили об этом говорить о другим слушать если я вздумаю рассказывать даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом что у меня было слишком развито воображение да это сделали мой отец принадлежал к старой школе и все же пережитое вновь всплыло у меня в сознание я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус моих детских слез к своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу боже сделай так чтобы я увидел во сне мой сад он верни меня в мой сад верни как часто мне снился этот сад во сне быть может я что-нибудь прибавил в своем рассказе возможно что-то изменил право не знаю это видишь ли попытка связать воедино отрывочные воспоминания воскресить волнующее переживание раннего детства между ним и воспоминаниями моего отрочества подлегла бездна настало время когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении а ты когда-нибудь пытался найти этот сад нет не помню чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал сейчас мне кажется это странно но по всей вероятности после того злополучного происшествия из боязни как бы я снова не заблудился за каждым моим движением зорко следили я снова стал искать свой сад только гораздо позже когда уже познакомился с тобой но думается был и такой период хотя это мне кажется сейчас невероятным когда я начисто забыл о своем саде думается в то время мне было восемь девять лет ты помнишь меня мальчиком в сент-отелстонском колледже ну еще бы в те дни я и виду не подавал что лелею в душе тайную мечту не правда ли уолис посмотрел на меня лицо его осветилось улыбкой ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный проход нет в то время мы не были в дружбе с тобой это была такая игра в которую каждый ребенок наделенный живым воображением готов играть целые дни напролет требовалось отыскать северо-западный проход в школу дорога туда была простая и хорошо знакомая но игра состояла в том чтобы найти какой-нибудь окольный путь нужно было выйти из дому на десять минут раньше завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели и вот однажды заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону камбдон хилла я уже начал подумывать что на этот раз проиграл и опоздаю в школу я направился наобум по какой-то уличке казавшийся тупиком и внезапно нашел проход у меня блеснула надежда и я опустился дальше обязательно пройду сказал я себе я миновал ряд странно знакомых грязных ловчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью ведущей в зачарованный сад я просто оторопил так значит этот сад этот чудесный сад был не только сном мне думается мое вторичное переживание связанное с зеленой дверью ясно показывает какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка во всяком случае на этот раз у меня и в помыслах не было сразу войти туда видишь ли в голове вертелась лишь одна мысль поспеть вовремя в школу ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика и у меня вероятно тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь иначе не могло и быть но я так боялся опоздать в школу что быстро одолел свое искушение разумеется я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь все время думая о нем но меня это не остановило я шел своей дорогой вынув из кармана часы и обнаружив что в моем распоряжении еще десять минут я прошмыгнул мимо стены и опустившись быстро с холма очутился в знакомых местах я добрался до школы запыхавшийся весь в поту но зато вовремя помню как повесил пальто и шляпу подумай я мог пройти мимо сада даже не заглянув в калитку странно да уолис посмотрел на меня конечно в то время я не подозревал что этот сад не всегда можно было найти ведь у школьников довольно ограниченное воображение наверное меня радовала мысль что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему но на первом плане была школа неудержимо влекущая меня мне думается в то утро я был рассеян крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей которых мне вскоре предстояло встретить как это ни странно я ничуть не сомневался что и они будут рады видеть меня да в то утро этот сад должно быть представлялся мне прелестным уголку хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями в тот день я так и не пошел туда на следующий день было что-то вроде праздника и вероятно я оставался дома возможно так же что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа и у меня не оказалось времени пойти окольным путем право не знаю знаю только что в ту пору чудесный сад так занимал меня что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя я поведал о ней одному мальчугану как же его фамилия он был похож на хорька мы еще звали его пройда гопкинс вот-вот гопкинс мне не очень хотелось ему рассказывать я чувствовал что этого не следует делать но все таки в конце концов рассказал возвращаясь из школы мы часть дороги шли с ним вместе он был страшный болтун и если бы мы не говорили о чудесном саде то все равно у таратуре либо о чем-нибудь другом а мысль о чудесном саде так и вертелась у меня в голове вот я и выболтал ему ну а он взял да и выдал мою тайну на следующий день во время перемены меня обступило человек шесть мальчишек постарше меня они подтрунивали надо мной и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде среди них был этот верзила фоус от ты помнишь его и карнаби и морли рэндаллс ты случайно не был с ним впрочем нет я бы запомнил будь ты в их числе удивительное создание ребенок я осознавал что поступаю нехорошо я был сам себе противен и в то же время не льстила внимание этих больших парней помню мне было особенно приятно когда меня похвалил кроу-шоу ты помнишь сына композитора кроу-шоу кроу-шоу он сказал что ему еще не приходилось слышать такой увлекательный уже но вместе с тем я испытывал мучительный стыд рассказывая о том что считал своей священной тайной это животное фоус от даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом я сделал вид что не слышу неожиданно карнаби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной когда я заявил что все это чистая правда я сказал что знаю где находится эта зеленая дверь и могу провести их всех туда каких-нибудь 10 минут ходу тут карнаби приняв вид оскорбленный добродетели заявил что я должен подтвердить свои слова на деле а не то он меня хорошенько проучит скажи тебе никогда не выкручивал руку карнаби если да тогда ты поймешь что произошло со мной я поклялся что мой рассказ истинная правда в то время в школе некому было защитить меня от карнаби правда кроу-шоу пропищал что-то в мою защиту но карнаби был хозяином положения я испугался взволновался уши у меня разгорелись я ввел себя как маленький глупый мальчишка и под конец вместо того чтобы пойти одному на поиске своего чудесного сада потащил за собой всю компанию я шел впереди реки у меня пылали глаза застилал туман на душе было тяжело я сгорал от стыда а за мной шагали шесть насмешливых любопытных и угрожавших мне школьников и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok